Всем привет, уважаемые зрители. Продолжаем прохождение в реквеста. И мы планировали прокачать нашего персонажа до 10 уровня именно по ремеслу. Так, сейчас мы найдем кузницы. А, то есть ремесленные мастерские. Качаем. Да, я совсем забыл, что здесь у нас есть порталы, которые нас переносят с одной части города в другой, поэтому мы воспользуемся этим порталом, чтобы не бегать туда-сюда, раз уж нам не удалось купить лошадку. То мы хотя бы воспользуемся порталчиком. Вот, портовый рынок, нам он. Поддели. 2 секунды, и мы уже здесь. Ну, за 300 платин продается какой-то нараский символ. Типический. О, ничего себе, 300 мудрости дает. 300 интеллекта. 469 венса. Вот-та-та-да. Всего за 300 платин. Что ты сейчас проехал мимо нас? Я глазом не успел морнуть, как он скрылся за поворотом, может. Чувствую себя нубом. Полным нубом. Вот, у бенгейка с яблоками. Смотреть, он домиться даже. Грабс Шенкли. Да, его нельзя поприветствовать. Повар. Да, приветствовать. Чтоб он как будто не разговарчивал. Помогать, давайте. Продать торговцу. Что мы можем продать? Книга 9 уровня. Мы даже не можем книгу разобрать, да? Подожите, мы вроде вкачали до... А, 6-й на 0-10-й уровень. То есть разбор мы вкачали до... Навыки. Общие. Преобразование. 6-й. Нам нужен 10-й, чтобы разобрать 7-й уровень. Мы не можем купить предметы, потому что у нас нет денег. Мы никак не можем его прокачать. Так, продает он всякую ерунду. Пойдемте искать... Ремесленных инструкторов наших. Они должны быть с этими... С перышками над башкой. Вот он стоит. Обучение ремеслу. Ухарес. 11-й. Теперь ты знаешь, как собирать ресурсы. Вне зависимости от того, будешь ли ты учиться ремеслу или нет, сбор ресурсов всегда полезный и выгодный занятий. Ну как? Тебе интересно попробовать свои силы в работе? Да, пожалуйста. Ну хорошо, давай поближе ознакомимся с самим процессом работы. Тебе понадобятся вяз, олова и корни. Надеюсь, в твоих сумках все это найдется. Рассказать о станках и ремесленных умениях, или же тебе не терпится заняться делом? Ммм, даже не знаю. Обойдем все без подробностей, просто покажи вообще-то, если... Вяз, олова, корни, понятно. Да, мне хотелось перед началом работы узнать о ней немного больше. Давайте узнаем про больше немножко. Есть разные виды рабочих мест, на которых ты можешь делать разные предметы. Например, в кузнице ты можешь изготавливать металлические доспехи. На лабораторном столе снадобья. Кроме того, есть такие рабочие места, как тагацкий станок, столярный станок, письменный стол, печь и котел. А, печь и котел, это одно целое. Ювелирный верстак. И какие мне понадобятся навыки? Для каждой из девяти профессий предлагается по шесть ремесленных умений. А кроме того, есть еще несколько особых умений, используемых для рецептов, прямо не относящихся ни к одной из ремесленных специальностей. Когда ты начнешь изготавливать предмет, соответствующие умения будут отображаться в нижней части окна изготовления предмета. Ну, в общем, мы это на практике посмотрим. А, как бы в теории, как бы все это запутано и непонятно. На практике все ясно. Просто нажмешь кнопки, один там, один, три, шесть, что-то такое. То есть в процессе занятия ремеслами мне нужно будет использовать эти умения. А, умения, вот он что говорит. Шесть ремесленных умений. Все ясно. То есть там шесть кнопок будет, надо будет нажимать. Верно. Если ты наведешь указатель мыши на ремесленные умения в своей книге способностей, то сможешь увидеть их описание. Три умения ускоряют прогресс, а три других увеличивают прочность изготавливаемого предмета. Очень желательно, чтобы ты четко представлял себе, какие именно умения за что отвечают, когда будешь заниматься ремеслом. Если у тебя возникает проблема с прочностью, постоянно используй умения, повышающие прочность. Если же все идет гладко, используй умения, повышающие прогресс, чтобы ускорить процесс изготовления. Я готов. Первый шаг в изготовлении любого предмета – это его рецепт. От того, какой рецепт ты выберешь, зависит, что получится в результате работы. Ты можешь открыть свою книгу рецептов, воспользовавшись в главном меню или же просто нажав клавишу N. Если ты еще не занимался ремеслом, книга будет пуста. Однако, по мере того, как ты будешь узнавать новые рецепты, они все будут появляться в твоих книгах. Строка поиска в верхней части окна поможет отыскать среди них нужные. Кроме того, для поиска рецептов можно использовать собственноручно созданный фильтр. Чтобы создать фильтр, нажми кнопку «Изменить». В общем, нажимаю буквально, появляется такая штучка. Фильтр мы потом обязательно с вами сделаем. Здесь будет у нас несколько фильтров. Это когда будет заниматься, допустим, механикой, преобразованием, созданием украшений, к примеру. И какая-то специальность у нас будет. Будем между ними переключаться, чтобы использовать эти фильтры. Или, допустим, изморозье, например. Чтобы найти рецепт, там будет у нас очень огромная куча. Нам придется все это через фильтр. А здесь вот это редакция сейчас пусто как бы. А потом здесь будет заполнено. И мы с вами на практике будем делать. Но здесь как бы искать. А что мне делать после того, как я выберу рецепт? В окне книги рецептов ты выбираешь рецепт. А затем нажимаешь кнопку «Создать». Для работы тебе нужно подойти к подходящему станку. Если щелкнуть прямо по станку, откроется окно книги рецептов. Автоматически отфильтровано таким образом, что будут показаны только рецепты тех предметов, которые можно изготовить на этом станке. То есть, если мы откроем рецепт около станка, либо книги, ну, около станка находясь как бы, то у нас изобразятся только по ходу те рецепты, которые можно на этом станке сделать. Или я неправильно понял. А, нет, если щелкнуть по станку, то откроется книга рецептов с уже отфильтрованными рецептами. Те, которые можно сделать на этом станке. Нажав кнопку «Создать», ты перейдешь к окну ресурсов, на котором будет показан список ингредиентов, необходимых для этого рецепта. Если все ингредиенты у тебя есть, ты сможешь нажать на кнопку «Начать» и приступить к работе. Думаю, я уже готов попробовать. В качестве тренировки попробуй изготовить простой канделябр. В процессе работы обрати внимание на горизонтальные полоски синего и зеленого цвета. Эти полоски отображают твой прогресс. Синяя и прочность предмета зеленая. Для того, чтобы изготовить предмет, необходимо заполнить все четыре зеленых полоски прогресса. Если потерять слишком много прочности, не удастся заполнить все четыре полоски. Для максимальной надежности старайтесь держать прочность на максимуме на случай неожиданных критических ошибок. Но критические ошибки здесь имеются в виду какие-то события, которые будут понижать нам прочность, понижать нам там прогресс. Как мне не терять прочность? Для этого существует умение ремесленника реакции. Они нужны для увеличения прогресса или прочности. Используй мыши или нажимай цифры от 1 до 6. Эти навыки можно использовать во время работы, чтобы влиять на ее процесс. Например, если прочность предмета падает, используй навыки, которые ее повышают. Каждые 4 секунды завершается очередной раунд работы. И над станком появляются числа, показывающие сколько прочности и прогресса было получено или потеряно за этот раунд. Эти цифры легче увидеть, если находиться в режиме вида от третьего лица. Используй колечко мыши, чтобы переключаться. Переключиться. Думаю, мне будет проще разобраться прямо в процессе работы. Я могу начать. Начинать. И вот, нам дали новое задание третьего уровня. Называется, обучение не останавливаться на достигнутом. Он попросил меня сделать скромный канделябр. Канделябр, я не знаю, что такое канделябр на самом деле. Просто канделябр и все. А что, уже все? Награда за задание. Простой уголь, базовый просто. Не понял. А я что, уже сделал канделябр, что ли? Я что-то не знаю. А, нет, не сделал. Нам дали какие-то штучки. Простой уголь нам дали. И базовое руководство ремесленника дали. Первый. Мастерового. Первый том. А, здесь, видимо, есть рецепт канделябра. Вот он, скромный канделябр. Изучить. Изготовление металлического канделябра. Хорошо. Тогда вот, держи рецепт и топливо. Если тебе понадобится еще топливо, можешь купить его у торговца в мастерской. Перепиши рецепт, убедись, что у тебя в сумке есть вяз, олова и корни. И направляйся к кузнице, чтобы вызвать окно списка рецептов. А, чтобы вызвать окно списка рецептов, щелкни по кузнице. Я хочу, чтобы ты сделал скромный канделябр. Спасибо. Так, канделябр. Я как бы сколько вот играл, так я не понимал, что такое канделябр. Но сейчас вот наберем. В Яндексе канделябр. Это канделябр. От французского канделабре. От латинского кандела, свеча. Подставка с разветвлениями для нескольких свеч или ламп, обычно в виде свечи. Все ясно, это подставка для свечи. Теперь я знаю, что такое канделябр. И я как бы прожил не зря. Кто-то получил 10 уровень мастера волосы. Персонажа... А, получил достижение. Ну что ж, оскакали к кузнице, что ли? Вот она кузница. Внешне она выглядит как огромная печка с мехами, которые сбоку торчат. Щелкаем по нему левую кнопку мышки. И ничего не произошло. Написано слишком далеко, вот внизу желтым написано. Поближе подходим, не стесняемся. Нарад на мгновение замирает. И с перой получает предмет прикосновения смерти. Ну, люди мифики апают. 80 уровня. Прикольно. Открываем кузницу. И здесь нет ничего. Потому что... Почему? Потому что мы не выучили рецепт. Там поздравляю. О, давайте мы тоже поздравим. То есть ставим дробь, один, трабел. Мы пишем град слово. Исклицательный знак. Вот и мы поздравили. Это кто у нас? Барт? Нет, какое-то оружие. Чернокнижник получил. Так. Для этого заходим в инвентарь. Находим рецепт. Вот он, по-моему. Да, базовое руководство мастеров. Нажимаем правую кнопку мыши. И выбираем выучить. Все. Вот у нас появились все наши рецепты, которые были в нем. И мы их теперь знаем наизусть. Закрываем. Нажимаем на кнопку. Все. Вот, Витя открылся. Здесь наверху можно написать слово Канди Лябр. Кандэ. И нажать искать. Видите, вот-вот все вышло. Канди Лябр. Нажимаем создать. И тут нам пишет, какие нужны нам компоненты. Основной компонент. Необработанный олова. Необходимы компоненты. Вязь, корень и олова. Также топливо, уголь. Нажимаем начальщик. А, еще количество. Нажимаем начать. Вот. У нас тут появились всякие полосочки. Та-ра-ля-ля. Нажимаем цифру 1. То есть, он вот здесь пишет, снижает прогресс, но повышает запас прочности. Нажимаем 1. Единица. Повышает прочности. Прочность это зеленая вот эта скала, которая наверху. Мы должны его повышать. Вот видите, вот он немножко здесь уменьшился у нас. Вот тут вот. А синий он растет независимо. То есть, тихонько растет, растет. Поэтому мы повышаем прочность. И не паримся. Раз. Нам главное это зелененькую поддерживать, чтобы предмет получился. Тогда все будет хорошо. Но можно нажимать. Вот снижает вероятность успеха, повышает полученный запас прочности на 9. Можно нажать вот, допустим, вот эту и вот эту сразу занятость. Сразу два умения можем сделать. Чтоб, ну, ускорить что-ли. Видите, вот зеленая уже поползла активнее. Если как бы одну кнопку жмакать, то он медленно ползет. А если сразу две, то уже быстрее не будет жмакать. Вот. Видите, синий снизу прогресс как бы наш уже сам автоматом почти дошел до конца. Еще немного, и мы создадим наш первый предмет. Канделябр. Мы сейчас сделаем подставку для свечи. Все. Вот. Синяя дошла, видите, до конца. Я постиг процесс создания, она там пишет. Мы создали безупречный скромный канделябр. Вот. Безупречный скромный канделябр. Этот предмет можно поместить в доме и в зале вашей гильдии. Это умело изготовленный предмет и излучает теплый свет. Уменьшение арендной платы статус 20. Вот такая вот петрушка. А вот эти вот, это промежуточные как бы, вот эта шкала верхняя, она разбита там на 4 части условных. И вот они внизу как бы более подробно показаны. Но обычно я на них не смотрю, они могут маленько неправильно показывать. Поэтому я смотрю только на верхнюю. На этого я не обращаю внимания. А, вот здесь еще показывается, что мы создадим. Допустим, если вот у нас прочность, вот эта зелененькая штучка вот до сюда дошла, да? Ну, 75%, то мы создадим просто уголь. Допустим, зелененькая здесь, а синяя дошла до конца 100%, то мы создадим уголь просто. И все наши ресурсы будут потеряны, кроме топлива и угля. А если зеленая вот выше 75%, где-то вот в этих пределах, а синяя до конца до конца, дошла до конца, то значит мы создадим канделябр. Все, закрываем окошко, возвращаемся. Так, вот обучение. Мне нужно вернуться с канделябром наставнику. Возвращаемся с канделябром обратно к наставнику. Ну вот он уже стоит с книжкой и ждет, пока мы вернемся. Скорее, мы получили третий уровень. Я создал канделябр, как базовый настябрь. Наставнику принять. Наставнику понравился изготовленный мной канделябр. Ну, конечно, он у меня самый клевый канделябр из всех канделябров. Приступим к следующему уроку. Изготовление предметов не всегда безопасно. В годы моей юности очень немногие могли работать с металлом, без того, чтобы не получить травму. С тех пор прошло немало времени, и мы научились строить более совершенные кузницы. Тем не менее, ты должен быть предельно внимательен, когда берешься за работу. Продолжай. Да-да, конечно, да. Когда, кстати, вот так вот текст делается, можно сделать поближе. И так берется. Иногда во время работы ты увидишь предупреждающие иконки, которые будут появляться под четырьмя линиями, обозначающими прогресс. Изображение на предупреждающих иконках соответствует изображению на одной из своих реакций. Также под предупреждающей иконкой будет указано название, предостерегающее тебя в процессе работы опасности. Например, повару может не хватить приправы или понизить температуру приготовления. Ремесленник может предотвратить возникновение этих проблем, используя ту реакцию изображения на иконке, которые соответствуют изображению на предупреждающей иконке. Масло на масле маслом погоняет. Успешное предотвращение таких событий, во-первых, поможет тебе избежать негативных последствий, потери прогресса или прочности и даже получения физических повреждений. Во-вторых, даст тебе шанс на получение некоторых бонусов, повышение прогресса или прочности, временное повышение ремесленного навыка и даже получение редкого ресурса. Насчет редкого ресурса, конечно, я не знал. Это вроде как что-то новенькое. Хм, а я ничего такого не видел во время изготовления канделябра. Так, нам дали новое задание. Предотвращение проблем. Я получил предупреждение от наставника по ремеслам о возможных опасностях, которые могут предостерегать меня в процессе изготовления предмета. Мне нужно изготовить свинцовый браслет, внимательно предотвращая возможные негативные эффекты. Приняли. Нам дали простой уголь, нам дали базовый ремесленный мастеровый. Нам дали следующую книгу. Это потому, что это был очень простой рецепт. В большинстве случаев шанс появления таких предупреждающих иконок очень велик. Они появляются случайным образом, но всегда будут появляться только в начале нового раунда работы. Это как это понять? Может, я не знаю. Но всегда будут появляться только в начале нового... А, в начале нового раунда. Каждые 4 секунды, это 8 секунд. Кстати, смотрите, внизу, если вы заметили, наш этот желтенький значок поменялся на сиреневый. То есть у нас сейчас расчет опыта ремесленника. Персонал ремесленника, ну и целых ноль. Вы получаете нормальный количеств опыта. А, не переценал, потенциал ремесленника у нас маленький, смотрите. Так же так. Так же так же. Надо показать боевой опыт. Справка на кучу. Потенциал от скаттля приключений 69,3%. Вы получаете двойное количество. Вот у нас стрелки, по-моему, да. Переносится на следующий уровень. Да. Вот, они появлялись случайным образом, но всегда будут появляться только в начале нового раунда. У тебя, и у тебя будет 4 секунды до конца раунда, чтобы предотвратить события. Теперь я хочу, чтобы ты подошел к верстаку и сделал свинцовый браслет. Рецепты найдешь в книге, которую я дал тебе раньше. Будь внимательным, постарайся правильно среагировать на все предупреждения. Я буду стараться. Окей. Пойдем делать свинцовый браслет. Тут у меня этот хоралук рядом засыпает уже. Прюкает. Да. Так, это верстак. Так, по-моему, мы опять слово почили, за слово почили забыли прочитать книгу с рецептами. Вот он, базовый руководство мастера Логос Том Старвой. Выучить. Бац, и мы его учили. Видите, сока всяких появилась. Нажимаем верстак, и нам нужен браслет. Нажимаем, пишем брас, и нажимаем Enter. Вот он, свинцовый браслет, который нам нужно сделать. И выбираем, нажимаем кнопку Создать. Все, у нас, к счастью, у нас есть и свинец, который необходим, еще один свинец, олова и простой уголь. Нажимаем Начать. И начинаем жмакать кнопки 1, 2, как всегда. И ждем, пока появится вот эта вот неожиданность. Она обычно появляется вот в этом окне. Вот видите, появилась примесь, и нажимаем вот сразу вот на эту кнопку. Ох, которая соответствует... Вот еще одна появилась. Нажимаем у нее же. Путаю почти тест на IQ, может сказать. То есть, надо похоже кнопки жмака. Такая детская игра, может. Ну, может не на IQ, может... Ну, просто тест на реакцию. Говорил. Опять будет неровный разрез. Ну, я как бы все подряд не нажимаю, чтобы проще было по ним мопилу. Конкурентов себе не будем растить. Шучу, шучу. Шутка. Все, вот. Вот мы создали. Видите, уже четвертый уровень. Да, создали браслет. Четвертый уровень. И скоро мы пойдем обратно в этот... Визморозье. Делать там всякие... Венки там и так далее. И вот смотрите, в чате пишут, что у нас получаются ювелирные искусства 36 и 37. То есть, мы станем крутыми ювелирами. Давайте посмотрим, где это отображено. Ремесла, да? Да, вот. Ювелирные искусства 36 на 37. И вот до этого мы делали канделябр. Это у нас, видимо, было... Странно. А это у нас было в Рязани, что ли? Плотники, ремесленники? Нет. Вообще-то была работа с металлом, но она не повысилась. Ну, интересно. То есть, у нас раньше было боевые и общие. Видите, сбор, там, преобразование, добыча. И сейчас у нас появилась закладка еще ремесла. Эксперимент я не знаю, что такое, честно. Все, закрываем эти окна. И возвращаемся обратно нашему наставнику, чтобы его обрадовать. Потому что мы сделали браслет. Видимо, он наши браслеты перепродает потом. И барыжит нашими браслетами. Я пятый уровень получил, дрон. Да, за выполнение квеста. Причем получил ремесленно, не боевой. Награда за задание обучения и предотвращение проблем. Следует искусственному учителю, я сделал браслет. Да. Отлично. Надеюсь, ты не поранился. Итак, теперь тебе известна основа ремесленного дела. Я надеюсь, что ты сумеешь изготавливать... Изго... Изго... ...при этом не подвергая себе опасности. Хочешь попробовать сделать еще несколько предметов, чтобы поближе познакомиться с каждой из девяти доступных тебе специальностей? Да, пожалуйста. Что ж, посмотрим. Ты изготовил канделябры, используя свои умения плотника. Я знакомился с плотничеством. Профессия, представители которой дают предметы интерьера для обстановки домов. Интересно, а делал я это в кузнице почему-то? То есть я делал плотничество и еще раз плотничество. Кроме того, плотники делают прочные ящики для хранения и торговые витрины для продажи предметов. Также ты уже сделал браслет. Такие украшения делают ювелиры. Ааа, так это ювелирская была штучка. Я думаю, это плотническая была. Точно вот же плотник. Ой, ювелирство 36. Ювелирство и плотник. Где там? В Рязани, вот. Используем плотник 33. За ювелирство дали больше, кстати. Вот. Также ты сделал браслет, такие украшения делают ювелиры. А еще они умеют изготавливать улучшение боевых умений разведчикам. Что дальше? А теперь почему бы тебе не попробовать себя в роли повара и не приготовить немного юм-юмового сидра? Еда и напитки помогают искательным приключениям быстрее восстанавливать энергию и здоровье в промежутках между битвами. Так что товары повара всегда пользуются спросом. Тебе понадобится немного собранного юм-юма и жидкость, которую продает торговец топливом. Газирована минеральная вода прекрасно подойдет. Хорошо, я сделаю сидра. Нам дают базу руководства мастерового. О, а где оно? Нету. Что-то не дали на этот раз книжку. Наверное, надо самому покупать. Так, полагаю. Так, что там нам нужно для этого? А, вот есть книжка у нас. Базовый руководство мастеровый, том третий. Завучим его. О, у нас есть браслет. Свинцовый. Давайте его оденем. У нас же вообще ничего нет. Здесь браслет. Посмотрите. Вот. Пусть он дует ловко сил, но пока у нас вообще ничего нет. Поэтому... А что, так, мгновенно отремонтировать. Нет, нам не надо отремонтировать ничего. Конделябры мы поставим дома. Палец мы не сможем продать. Ну, положим его в сумку, примерно. До лучших времен. Так. А что нам еще нужно? Взеронный... Взеронную воду вроде. Давайте найдем печь сначала. А, выучим. Книжка выучили, да, уже мы? Печку сейчас найдем. И попробуем сделать этот юм-юм... Юм-юм... Юм-юм-юмовый сидр. Сидр юм-юмовый. Вот как печка, на ней висит уже какой-то носок. Вот. Юм-юмовый сидр, вот он. Так что он требует? Требует жидкость и простую растопку. Вот когда мы наводим мышку. А можно вот так сделать, изучить. Вот жидкость и простая растопка. Ну, жидкость я так понял, что газировка нужна. Так, возвращаемся обратно. Ну, давайте покажу вам, как это выглядит, когда мы попытаемся создать его. Запустим, нажимаем юм-юмовый сидр и создать. Видите, здесь в красном пишет теперь 0, 0. Так, вернёмся назад к торговцу этими всякими штуками для ремесленников. И купим у него минералку и простую растопку. По-моему, это оптовик вот он. Нажимаем на него левую кнопку мышки. И, о, газировка. Купить. Ну, давайте несколько возьмём сразу, чтобы два раза сюда не бегать. Допустим, 10 штук, да? 10 принять. Это у нас будет 60 медиков. И простую растопку. Вот, простая растопка, 1 медик. Купить несколько тоже. Десятку возьмём. Принять. Всё, возвращаемся обратно к печке. А, кстати, по-моему, печка здесь ещё была где-то рядом. Нет, я ошибся, здесь не было печки. Здесь 10-кадский станок. Кузнец стоит. Где наша печка? Печка, выходи. Вот она. Здесь так всё запутано, кстати. Я всегда здесь путаюсь. Всё, теперь можем создавать Юм-Юмовый Сидор. Нажимаем начать. И 1, 2 жмакаем. Ещё раз. 1, 2. Видите, вот сверху цифрики уползли. Значит, теперь можно нажимать. 1, 2. Вот они вверх уползли. Опять нажимаем на них. 1. Так, ну 1. Сейчас ждём. Вот уползло. О, мы предотвратили, кстати, какой-то эффект. 1, 2. 1, 2. Можно также нажимать на клавиатуре кнопки. 1, 2. Я обычно нажимаю на клавиатуре. Вот 3 нажимаем. Потому что здесь вылезла лупа. Потеря вкуса. Набираем тарелочку. Тихонько растёт. То есть не спеша, мы никуда не торопимся спокойно. Нажимаем эти кнопочки. 1, 2. Когда выходят здесь иконки со всякими надписями, нажимаем соответствующие кнопки внизу. И в конце концов, как бы, рано или поздно мы создадим предмет наш. И всех победим. Вот. Всё, готово. Йом-йомовый сидр. Кстати, это напиток, который восстанавливает энергию нам. Употребление напитков повышает скорость восстановления энергии вне боя. То есть, когда мы между боями отдыхаем, например, и ходим. На 15 восстанавливает. Имеется в виду 15 секунд. Хотя это явно не указано, но оно так и есть. Вроде бы. Скорее всего. Всё, возвращаемся к нашему наставнику. Обрадуем его тем, что мы смогли самостоятельно купить все эти компоненты и создать Йом-йомовый сидр. О, мы получили шестой уровень. Осталось немного. Нам дают награду базу руководства мастерового Том-4. Принимаем. И нам предлагают новый квест. Перейдём к оружию. Оружие делают оружейники и столеры. Оружейники – мастера, производящие металлическое вооружение. Такое, как мечи, топоры, кинжалы и молоты. Столяры же работают с деревом и создают деревянное оружие. Посохи, дубинки и палицы. А также луки, стрелы, деревянные баклеры и круглые щиты, защищающие воинов в бою. Мощные тотемы, обладающие магическими свойствами, также работа столяров. Попробуйте себя в каждой из этих областей, изготовив оловянный боевой топор и вязывый большой посох. Я сделаю всё, что смогу. Новое задание. Так, нам предлагают сделать какой-то посох. Даже два. Посох и топор. Вязывый большой посох и оловянный ручной топор. Солярный стол. Вязывый большой посох. Так, столярный стол. Это верстак у нас. Так, столярный стол. Вот он, столярный стол. А, мы должны выучить рецепт перед этим, который нам давали до этого. Базуру просто мастерову, том четвёртую. Выучить. Вот, внизу он появился. Нажимаем. И пишем здесь слово «посох». «Посох». «Энтер». Вот он, вязывый большой посох. Нажимаем «Создать». И «О, ноу!» У нас не хватает наждачной бумаги, топлива. Закрываем окошко, возвращаемся за топливом. К оптовику, в котором мы раньше уже покупали соляр... ...кодированную воду. Наждачная бумага, вот она. Простая наждачная бумага. Берём сразу десятку, чтобы два раза сюда не ходить. Скрываем. И идём к нашему столярному столу. Напишем здесь «посох». «Посох». «Энтер». «Вязывый большой посох». Нажимаем «Создать». Всё, вот все компоненты есть. И начинаем. Да, жмакаем «1, 2». «1, 2». «1, 2». «1, 2». Пооткат, как бы, я обычно нажимаю «1, 2». «1, 2». Вообще, весёлый занятие — это крафт. Сидишь, смотришь, как циферки всякие бегают. «Ой!» Вот я не туда нажал. Видите, он наступнул за это дело. То есть, вот негативный какой-то там эффект был. Они просто очень похожи у столяра, вот такие вот значки все. Сразу не поймёшь, о чём. Вот рука вылезла. Вот отскок. Нажимаем на рот на цифру 3. Так, за чашку цифра 1. Вот тут же нажимаем. Один, два, три. Можем нажать. Три, кстати, нам дают штуку. Повышает полученный запас прочности. Э, вот эта штука вот дает заману. То есть, повышает запас прочности заману, но не дает никаких отрицательных эффектов. А здесь вот, видят, пишут, в самой нижней строке эффекты снижают вероятность успеха на 9%. Сейчас покажу. Так, мы сделали большой вязовый посад. Так, ну вот, заклинание. Калибровка называется. Эффекты снижают вероятность успеха на 9%. Повышает полученный запас прочности на 9%. Ну, вероятность успеха, я так понимаю, что это... Он может снизить как... Как прочность, так и скорость. Так, а это штука? Вот вокруг нас, кстати, обратите внимание, крутится какая-то штучка непонятная, да? Вот если мы посмотрим справа, вот тут написано действующие эффекты. Нажимаем изучить. Смотрим. Проницательность столера. Эффект увеличит работу с деревом цели на 25. То есть, мы только что получили какой-то баф. И мы стали крутыми столерами на время. Но нам это не нужно. Нам нужно что? А, нам нужно изготовить теперь в кузнице оловянный ручной топор. Бежим к кузнице. И пытаемся изготовить оловянный большой топор. Так, пишем топор. Топор. Энтер. Вот оловянный. Так, ручной топор. А у нас какой? А, да, ручной. Создатель. Так, у нас не хватает угля. Простой уголь. Возвращаемся к оптовику. Чтобы снова набрать этих углей. То есть, не снова купить углей. Смотрим. Уголь. Простой уголь нам нужен. Вот простой уголь. Шесть монеток стоит. Покупаем сразу десятку, чтобы два раза сюда не ходить. Снимаем. Что же у нас там дополнительный значок появился? Мгновенно трев... А, это опять ремонт. Нет, ремонт нам не требуется. Возвращаемся к кузнице. Куда? Выбираем топор. Топор. Вот оловянный ручной топор. Создать. Отлично. Начать. Все. Так же жмакаем 1-2. До конца. 1-2. Пока не победим эту кузницу. Какая-то штучка. Вот цифра 1. Видите. Разлетается. Как будто там экипийская брызжет. Ох, я промазал. Я по ошибке на крыльятор нажал двойку. Видите, душ вот меня стукнуло куча. Я аж согнулся. Двойка. Одинница. Поэтому, что таких вот ошибок не было. Надо подождать, пока сверху выскочат эти циферки. Конец раунда. Вот видите, конец раунда. Нажимаем двойку. Один. Вот еще циферки. Вот это вот тройка. Однер. Еще циферки. Двойку нажимаем. Вот циферки. Пошла один. Два. Так. Это у нас цифра 1. И так тихонько вот смотришь на циферки, на значки там. И таким образом незаметно проходит крафт. И можно таким образом крафтить тысячи, тысячи, десять, тысячи, двадцать тысяч предметов. То есть день и ночь можно крафтить крафт. И оно настолько увлекает, что теряешь чувство времени там. И люди потом продают селья там всякие, еду продают. То есть вот так вот стоят, крафтят, крафтят, крафтят. Они даже могут не отвечать в чате ничего. Иногда бывает так, что настолько они начинают крафтить, то в чат начинают писать там цифры 1, 2, 3, там 1, 2, 6, например. Прямо в чат начинают писать. То есть до такой степени это автоматизация наступает. Принять. Нам дали новое задание. Книжники обладают непревзойденными познаниями в области волшебства. Они применяют эти знания для написания свитых заклинаний, усиливающих мощь магов и целителей. Создайте свиты какого и принеси его мне. Хорошо, я приступлю к работе. Принять. Так, посмотрим, что нам за книгу дали. Вот книжка. Базу просто мастерового. Выучить. Окей. Так, теперь пойдемте изготавливать книжку. Вот эта штука. Книжный стол называется. Я помню, когда я только начинал игру, я первым делом сделал какую-то книгу. Так, нам нужно что? Оковы. Прямо тут пишем. Оковы. Вот он. Оковы послушник легко создать. Простой фимиам. У нас не хватает фимиам. Мы идем за фимиамом. Так. Все, да. Опять идем к нашему автовику. Что бы мы делали без этого автовика. И вот он. Простой, простой фимиам. Тоже покупаем сразу десятку. Принять. По-моему, у нас место кончается в рюкзаках. У меня еще немножко есть, так что ничего страшного. Пойдемте делать... Писать книжки. Будем сегодня поработать по этому. Так, опять пишем фимиам. Фи... Нет, оковы не фимиам же. Оковы нам можно сделать вот оковы. Создать. Начать. Все. Поехали дальше. Один два. Один два. Чего-то циферка не вижу. Наши. И здесь наш. А, вот и середина. Так. У нас, кстати, проще не теряйся. Чехолк я промазал. О, нет. Нет. Все пошло не так. Видите, да? У нас желтая шкала уже стала. То есть, мы потеряли контроль. Нам нужно срочно управлять. Нужно больше жмакать тройку, чтобы потому что он без страха к нам повышает. И обязательно надо вот эти все шкучки тоже. Ужимать, отжимать. Как бы эти случайные эффекты. Я опять промазал. Ааа, как же так. Сейчас еще хор встанет. Вообще сейчас запороть можем. Наш крафт. Так. У нас шанс дается. Все выправить. Еще не шанс нам дать. Вот тихонько ползет. Все пошло. Но я боюсь, что скорость наша слишком низкая. Надо найти спелл, который понижает скорость. Снижает вероятность успеха. Снижает прогресс. Вот надо однерка жмакать. Однерка жмакаем срочно. И помногу. Иначе мы получим фимиям сейчас. Да, мы сейчас... Да, все. Видите, мы все. Мы потерпели фиаско и получили фимиям. Потому что мы не смогли справиться. И получили корень. Увернули нам. Нажимаем кнопку повторить. И начать снова. Теперь будем более внимательно все-таки. То есть даже на низких уровнях можно легко свелиться. Если вы не такой профессионал. На самом деле. Если нет слововки. Нужно быть внимательнее. В эти вот вспыхающие события нужно как бы гасить. Иначе трындец. Вот. Хочу сказать, что третий спелл. Он жрет маму. 23 энергии есть. Второй спелл снижает успех, но повышает прочность. Мы будем использовать второй и третий. Так. Второй и последний спелл снижает. Третий спелл. Так. Сейчас скоро будет решиться. Все. Получили седьмой уровень. Отлично. И получили светодобинания для волша. Возвращаемся обратно к нашему наставнику. И рапортуем ему о наших успехах. О наших поразительных успехах. Обучение. Мы получили восьмой уровень. И это победа. Наставнику понравился. Быстро я всему обучаюсь. Так. Берем приз. Нам дали книжку. И нам дают следующий квест. Отличная работа. Теперь перейдем к алхимии. Алхимики смешивают смертельные яды и магические снадобья из различных ингредиентов. Эти изделия помогают искателям приключений в битвах. Они могут исцелять, повышать выносливость, наносить врагу дополнительные повреждения и так далее. Кроме того, алхимики изготавливают улучшения боевых умений для бойцов. Для того, чтобы лучше узнать работу алхимика, сделай мне эссенцию перехвата. Уже отправляюсь. Принять. Но эссенцию перехват мы с вами будем делать в следующей серии. Всем спасибо, что смотрели. До новых встреч.